здравствуйте мои дорогие здравствуйте все те кто заглянул на мой канал вот мой завтрак каша овсяная овсяные хлопья быстрого приготовления варятся в горячей воде добавляется в конце варки соль масло растительное можете добавить или немножко даже молока не полностью делайте молочной кашу вы будете есть ее например с котлета или с мясом или с мясным рагу и так далее поэтому немножко добавьте молока совсем чуть-чуть молоко придаст какой-то необыкновенный и в то же время сытный вкус вашей каши так что варите на воде а в конце вместе с маслом растительным можете добавить чуть-чуть молока и подсолить по вкусу дальше котлета котлета у меня сегодня самое самое бюджетное что я имею ввиду фарш когда готовите котлеты нужно брать пополам с мясом а именно берете 40 процентов добавки к вашему фаршу это может быть все что угодно овощи хлеб размоченный в молоке а 60 процентов мясо мясного фарша или перекрученного мяса как угодно то есть мясо 60 процентов а все остальное 40 процентов тогда ваши котлеты будут иметь мясной вкус и соответствовать вашему желанию вашим вкусовым качеством у меня же вышло все да наоборот мясо было меньше а добавок намного больше то есть мясо совсем чуть чуть процентов 20 все остальное это овощи тертые овощи морковь потертая на мелкой терке лук мелко-мелко покрышенный сюда же я добавила немного перекрученной на мясорубке капусты белокочанной сельдерей перекрученный на мясорубке яйцо хлеб замоченный белый хлеб я брала вчерашний замоченный в молоке и фарш добавила соль специи яйцо все это тщательно перемешала налепила котлеты и поджарила на маленьком огне на сковороде в конце жарки добавила немножко воды чтобы они под закрытой крышкой сковороде протушились и у меня получились вот такие котлеты вкусные очень даже и неплохие так салат морковь потертая на мелкой терке пекинская капуста мелко покрышенная лук репчатый и не добавила потертое яблоко все это заправила сметаной добавила одну ложку майонеза соль и специи для салата вот такой у меня получился завтрак несмотря на то что котлеты бюджетные они очень даже и неплохие вкусные так что готовьте бюджетные завтраки они будут вкусные если вы приготовите желанием и с любовью обстановка в киеве обстановка в киеве ужасная иначе не скажешь воздушная тревога постоянно света сейчас нет вы думаете почему такое темное освещение да просто нет цвета не чем освещать хорошо что еще работает телефон если он разрядится надо приобретать пауэрбанк или идти в метро делать зарядку телефона и других предметов в метро это можно сделать там специальное есть устройство зарядные и многие этим пользуются но если нет света то нет и тепла в доме у нас котел работает на электричестве поэтому хорошо что нет сильных морозов нет теплой воды обычная холодная вода есть это хорошо что есть такая вода есть газ готовить пищу можно воздушные тревоги очень 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 страшно реально страшно потому что слышишь взрывы уже не где-то на другой планете они далеко от своего дома взрывы сильные мощные и не знаешь куда попадет очередная ракета вы нас наверное знаете о трагедиях которые переживает украина сейчас каждый кто живет на украине находится под божьим благословением поэтому обязательно не забывайте своих близких лишний раз напишите хоть какое-то слово приятно будет чтобы потом если что-то случится не жалеть о том что не сделали а могли сделать поэтому тревожно очень тревожно тревожно на украине и обстановка тоже тревожное но мы живем готовим завтраки ходим на работу транспорт работает магазины работают так что жить можно и жизнь продолжается желаю вам всего самого хорошего теплого прекрасного спокойного дня все будет хорошо приятного вам аппетита встретимся очень скоро до свидания пока